Длинный путь этой дороги к нынешнему ремонту начался более сотни лет назад. Появилась она вместе с самим селом, а основана пластунка в 1870 году. Были времена, когда эту дорогу, ведущую к местному кладбищу, вообще обходили стороной, вспоминают старожилы. Помимо бездорожья, мешали и постоянные оползни. За 150 лет первая капитальная дорога, которая коснется тех людей. Народ здесь очень много живет, только местных жителей, где-то около 400. И еще полтора тысячи дач, просто отсюда не видно. Они в лесу, бывшие колхозные поля, огороды, все заняты ими, этими дачами сегодня. И это очень благое дело. Так что большое спасибо Анатолию Николаевичу. Грунтовую дорогу периодически посыпали щебнем, но в целом картина здесь однообразная. Пыль, грязь и идущие пешком местные жители. До конечной остановки 114 маршрута почти километр. Но путь жителей этой части улицы Леселидзе удлинился после недавнего зимнего паводка. Из-за обильных дождей здесь смыло деревянный мост, связывающий нижнюю пластунку с верхней. А там была еще одна дорога, по которой можно было попасть в город. Сегодня местные жители увидели свет в конце тоннеля. Люди не верили, а теперь, конечно, поверят, что действительно и ТОС работает, и сельсоветы, и депутаты. Рады, конечно, теперь. Еще если мост там сделают, тот на ремонт, сказали, старый наш, вообще будем шоколадить. Люди уже могут и доехать на кладбище могут, потому что пешком старые люди, пожилые, тяжело дойти. Я тоже в этом году не пошла, вот сейчас, потому что мне тяжело идти. Сельскому кладбищу более 70 лет. По минут родных и близких сюда приезжают сочинцы из всех районов. Поэтому работы стали подарком для города в целом. Старт же ремонту на Леселидзе, кстати, самому дорогому в этом году, сегодня дал мэр города. Ремонтом этой дороги Сочи дал старт реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Только в нынешнем году в городе отремонтируют 64 участка. На это выделены 835 миллионов рублей. Наконец-то это случилось, потому что до этого по тем программам, в которых мы принимали участие, это финансирование с дорожного фонда, оно не позволяло делать реконструкцию дороги. А вот национальный проект, он это позволяет. И теперь здесь будет хорошее полотно дорожное, естественно, водоотведение, лотки, то есть, естественно, тротуары будут сделаны, освещение. Мы решаем достаточно серьезную задачу уже в этом году. До 15 октября эта дорога будет сделана. И это будет серьезный подарок жителям города к дню города. 840 миллионов на ремонт муниципальных дорог зашло в этом году в город Сочи. И так будет в ближайшие 4 года. То есть работа непочатый край. По указанию главы города создан общественный совет, который курирует строительство этой дороги по качеству, по технологии и так далее, чтобы этого хватило на долгие-долгие годы. С завершением ремонта сюрпризы для селян не закончатся. Со временем в эту часть нижней пластунки начнет ходить и общественный транспорт. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».